забытый мрак фаворского света преображения когда спаситель спустился с горы фавор где он преобразился перед своими учениками и апостолами то сказал одни из самых страшных слов которые есть в евангелии о род неверный и развращенный доколе буду с вами доколе буду терпеть вас евангелие от матфея эти слова спаситель мог бы повторить и многим из тех кто в этот день разложил свой огородно дачный продуктовый багаж ропотно ожидает когда же наконец закончится это ихняя служба и начнут светить контраст между вершиной фавора и его подножием получил свои очертания а то что произошло наверху так и осталось для многих непонятым до сих пор смотрите в древнейшую 6 век фреску мозаики преображения господня из монастыря святой екатерины на горе синай чем ближе пространство мандорлы ко христу тем она все темнее и темнее а чем от него дальше тем в ней все больше и больше света то же самое мы видим и на других древних иконах преображения и воскресения господня свет исходящий от христа и окружающий его своей сердцевине отнюдь не светил а темен современное иконописное изображение заимствованные из запада написано иначе чем ближе ко христу тем ярче свет западное христианство так и не поняла о чем писал святой григорий низкий своем сочинении жизни моисея который видел бога не в свете а во мраке также как и наши с современникам сложно понять тех монахов которые для того чтобы узреть свет христа спускались во мрак подземных пещер жили в темноте туннелей молились в ночи земли но они-то уж точно знали для того чтобы увидеть свет нужно войти во мрак своего сердца и свести туда свой ум познание бога начинается с незнания которое выше знания с постижение непостижимого с неведение которое выше ведение именно эти люди которые вслед за моисеем зашли в синайский мрак фаворского света основали наши лавры и монастыри вспоминая имена этих людей мы не должны забывать о том что все они были практиками умной молитвы преподобные сергий радонежский серафим саровский паисий величковский антоний феодосий печерские и многие многие другие известные и неизвестные подвижники все они были христианами достигшими состояния созерцательной молитвы теми кто через мрак неведение пришли к постижению незримого тема природы фаворского света в спорах святителя григория паламы и монаха западника варлаама это не узкобогословский диспут не имеющий к нам никакого отношения этот диспут является ключевым в понимании того каким же образом спасается человек дискуссия обозначает два разных вектора два понимания того что же нужно делать человеку ради достижения вечной жизни один вектор ведет христианство вниз к энтропии и распаду другой вверх к обожению и спасению в ложном выборе духовной практики лежит причина нынешней где христианизации западных церквей и тех деградационных процессов которые переживает христианство в целом в нем же и причина всех революций войн и социальных потрясений цивилизаций бывших некогда христианскими но в чем же суть споров о свете преображения в котором явился христос ученикам на горе а вор рационалисты незнакомые с опытом православной аскетики оказались не способны понять практически путь спасения человека во христе который был традиционным для афона и других православных духовных центров монах варлам вообще не признавал за человеком право на обожение он утверждал что фаворский свет был из разряда атмосферных явлений и не более того по учению же святителя григория паламы и в согласии со всем преданием православной церкви то был свет присущий богу по его природе вечный безначальный вневременный внепространственный существующий вне тварного сотворенного бытия что из этого следует очень многое спасение человека не отделимо от бога видение или бога познания а бога видение невозможно без обожине бога знания реализуется через опыт живого общения с богом когда бог вселяется в человека через свою нетварную энергию фаворский свет для соединения с фаворским светом христа необходим внутренний покой и стихии и сведения ума в сердце с постоянным призыванием имени иисуса на языке преподобного серафима саровского это определяет весь смысл жизни христианина как стяжание духа святого и это не какая-то умозрительная спекулятивная идея это живой опыт пройденный множеством святых когда бог является человеку он реально раскрывает себе при этом оставаясь непостижимым это тот божественный мрак куда вошел моисей отсюда как загустевающая ближе к образу христа темнота на традиционных православных иконах преображения и воскресения бога общение это парадоксальный опыт отчуждения и неприступности бога при его близости и откровении различие между непостижимой сущностью бога недоступной даже высшим ангельским силам и его нетварными энергиями позволяет достичь единение человека с богом самым реальным образом то есть это будет единство не образное не символическое не понарошку а на самом деле человек становится причастником божественного естества соединяясь не с сущностью бога а с его нетварными энергиями при этом сущность бога не растворяется в мире пусть даже исключительно в среде верных через обожение человека через единение со христом христианин оказывается в состоянии увидеть бога ибо он так соединен с богом что в нем видит бог эта фраза святителя григория означает что бог живущий в человеке с которым он вошел в общение видит самого себя фаворском свете своей собственной энергии и человек участвует в этом ведение полностью при этом подчеркивается значение тайн скрещения и евхаристии которые григорий палама в духе апостола павла понимает как средство для соединения со христом эти сложные на первый взгляд богословские истины на самом деле очень просты спастись значит пустить в себя фаворский свет самому стать этим светом и что очень важно другого пути к спасению нет отрицание различий между сущностью бога его энергиями привели западную церковь к тому что вместо бога вместо личного общения сообщаемого его энергиями он стал предметом рассудка схоластика не знает личного бытия бога она замещает его без личным понятием какого-то объекта который есть логически принудительной причиной его самого и всего сущего но отношение человека к богу это не отношение субъекта к объекту а личностное влечение соединение личности человека с личностью любящего и любимого бога следствием перенесения богопознания из области непосредственного личного откровения на уровень интеллектуального рационального логицизма является изгнание бога в область недоступную для опыта отделения религии от жизни и сведения ее к символам что означает секуляризацию собственно это то что давно произошло на западе и что в той или иной степени характерной для востока критикуя западное христианство которое пошло по следу варлаама мы с прискорбием должны согласиться с тем что мы сами не слишком далеко от них ушли учение святителя григория паламы у нас часто трактуется как слишком высокая и недоступная для современных христиан но опыт современных отцов и сихиастов область обличает ошибочность этой позиции они призывают учиться художеству умного делания не только монахов но и духовенство но и мирян об этом мы читаем письмах наставлениях учеников преподобного иосифа исихаста ефрема катунагского и харлампия об этом же учат порфирий кавсакалевит клеопа румынский кирилл павлов симон бескровный поисий святогорец ефрем пещерник и многие многие другие камнем преткновения в современной полемике о путях духовной практики является вопрос о том достаточно ли для спасения человека одного только обрядового благочестия и жизни по заповедям ответ афонских старцев однозначно нет этого мало то есть это условие необходимое но не недостаточное у многих из нас есть знакомые атеисты которые будучи глубоко порядочными по своей природе живут не нарушая заповеди божьих и часто у нас возникает вопрос а спасется ли такой атеист который живет по букве божьего закона но при этом не верит в бога однако этот вопрос с позиции размышления природе фаворского света теряет всякий смысл поэтому что нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись деяния и это имя иисуса христа имеет жизнь вечную тот кто приобщился к вечности бога а это значит что человек должен быть вовлеченным в пространство действия божественных энергий исполнение заповеди это необходимый элемент без которого обожжение невозможно но если свет фавора не войдет в душу и тело христианина то он не достигнет цели каким образом эта цель достигается учит вся христианская практика от древности до наших дней источник прото иерей игорь рябко